Итак, друзья, данное видео будет очень длинное. Кому интересно, те его посмотрят. А так, если коротко. Рыболовные снасти должны быть удобными, приносить нам удовольствие при их использовании. Коли речь в данном видео идет о мультипликаторных катушках, мульт должен лежать в руке так, чтобы нам было ловить с ним удобно. Мультипликаторы типа бачатообразных потихоньку уходят в прошлое. Они более тяжелые и громоздкие по сравнению с низкопрофильными. Низкопрофильные мульты очень хорошо ложатся в руку и с ними ловить гораздо удобнее. На сегодняшний момент можно взять очень тяговитый, легкий, низкопрофильный мульт с нагрузкой на фрикцион где-то 12-15 кг. С передаткой от 5 до 8 единиц. Итак, друзья, всем привет! Привет! Это долгожданное видео о мультах для троллинга в один спиннинг. Это видео история о том, как я двигался в направлении мультов. От чего шел и к чему пришел. Итак, многие спрашивают, какую катушку использовать для ловли троллингом. Какая будет удобнее и какую вообще как бы правильнее использовать. Что взять, какую модель, какой размер. На такой вопрос я всегда отвечаю. Берите мульт. Берите мультипликаторную катушку. Не сильно большую, но и не маленькую. Так вот, какую катушку лучше взять. Я сейчас расскажу. Какого размера. Низкопрофильную. Или бочонок. Правую руку, левую руку. С силовой ручкой, без силовой ручки. С какой нагрузкой на фрикцион. Попытаюсь все это дело в этом видео вам рассказать и показать. Я не буду разбирать мульты. Запчасти. Так как я туда никогда не лазил. И лазить, наверное, не буду. Есть люди, которые этим занимаются. Стоит ТО не так дорого. Да и если, в принципе, за катушкой. Не только за мультипликатором. За катушкой вообще. Если не ухаживать, скажем так. А следить. И не бросать ее где попало. Не оставлять ее где попало. Ну, скажем так, немного за ней присматривать. То катушки, в принципе, служат довольно-таки долго. У мультипликатора есть небольшой недостаток. Это бесконечник. То есть червяк, по которому бегает бегунок лескоукладывателя. И вот он постоянно открыт. Вот в него. Вот он страдает больше всего. Он и зуб, по которому бегает непосредственно сам бегунок лескоукладывателя. Так вот, чтобы это не забивалось. Сразу вам говорю, используйте какие-то мешочки. Накрывайте катушки. Не оставляйте их под дождем. Не оставляйте их, скажем, не бросайте их в песок. Не оставляйте их вообще, грубо там, на том месте, где может задуть, скажем, ветер с песком. И песок там может попасть. Особенно это и речь идет о Астраханской области, Лоградской области. Ну вот, о тех регионах, где ветер несет эту мелкую-мелкую песчаную пыль. Она, на самом деле, сам это и опасная. То, от чего страдают больше всего мультипликаторы. Ну и, соответственно, не бросайте свои катушки, мультипликаторы или безонационные катушки в воду, в песок, в грязь и тому подобное. Относитесь к ним бережно. Это механизм, это не просто, не знаю, там, какая-то палка или, не знаю, какая-то банка. Это реально механизм, который может повредиться. И если он повредится у вас на рыбалке, то последствия могут быть, ну, скажем так, плачевные. Вы останетесь без катушки, если у вас нет запасной. Я всегда рекомендую иметь на рыбалках запасные два комплекта, а то лучше и три комплекта, ну, грубо вообще снастей. И спиннингов, и катушка, об этом тоже постараются не забыть рассказать, для чего это, зачем. Так вот, относитесь к ним бережно. И катушки у вас без ТО будут ходить лет по пять. То есть, это довольно-таки приличный срок. И у меня есть живые примеры. Итак, друзья, начинал я вот с такой катушки. Это безумно тяжелая, цельнометаллическая катушка от компании Сальма. Она праворукая. Я начинал с праворукой катушки, потом перешел на леворукую катушку. Начинал с дешевой, с бюджетной катушки. Повторюсь, это компания Сальма. Модель, я уж не помню точно, как она называется. Все подистерто, скажем так. Брал катушку, брал свой первый спиннинг, свою первую катушку. По принципу, ну, мульт, значит мульт. Возьму-ка я вот этот, он вроде бы как и мульт, и вроде бы как и стоит недорого. И тем более, он цельнометаллический. Значит, соответственно, что должен быть реально прочнее и мощнее. Так многие думают, так думал и я. На самом деле, нет. Он тяжелее, им можно кинуть и убить. Его можно использовать, как, наверное, даже грузило. То есть, реально, я не знаю, сколько он весит, но он очень тяжелый. И ловить с таким мультипликатором, ну, поначалу я был счастлив, а потом я понимал, что я уставал. Уставал от тяжести, уставал от неудобства держания катушки, потому что она массивная, большая. Но в то время не было сильно больших выборов. Это, я говорю, какие-то там, не помню, когда я начинал, но конец 90-х. Только троллинг, наверное, вот только троллинг начинал появляться у нас в России, я тогда и начал им болеть, скажем так. Он меня заинтересовал, скажем так, болеть. И заболел я им гораздо позднее. Но он начинал ловить именно в то время. Вот. Тогда мало что было для троллингистов. Троллинг в один спиннинг, наверное, так вообще мало кто, ну, как бы такое название-то и озвучивал. Ловили со стаканами, то есть, ну, с креплениями под спиннинг, под палкодержатели. Ставили, катались. А если держали в руке, у кого денег не было, или не могли купить по какой-то причине эти спиннингодержатели, эти стаканы так называемые, то они просто держали спиннинг в руке и ничего не понимали. Просто их руки были как вот этот спиннингодержатель. Вот, не больше, не меньше. То есть, ловили ту рыбу, когда рыба висла. И все. То есть, поклевкой считалось это то, и для многих сейчас считается поклевкой это то, что происходит по кончику спиннинга, допустим, загиб, там, или какой-то резкий удар и загиб. Это поклевка. Нет, друзья мои, это не поклевка, я уже неоднократно это говорил. Эта рыба уже повисла с ударом, без удара. Она просто вот долбанула вам, повисла, зацепилась на ваши тройники. И ваш воблер, а не вы, данную рыбу поймали. Но это отдельная тема, я об этом говорил в других видео. Вернемся к мультам. Так вот, данным мультипликатором, данным мультипликатором, налить было крайне тяжело. Во-первых, он стал меня подводить в определенные моменты. Возможно, у него и смазки изначально не было нормальной внутри, я туда не лазил. Не, пытался что-то смазать, кстати, что-то разбирал, тут крутил. Ну, в итоге он меня на какой-то даже рыбалке и заклинил. Ну, не как заклинил, а я просто почувствовал не комфорт, а даже какое-то сопротивление в этом мульте при вылаживании трофейной рыбы. И я понял, что мне нужно что-то другое. Я начал искать другие катушки, другой мультипликатор. В итоге, ну, и параллельно искал уже другие палки, потому что палки тоже были, это сейчас видео не о палках, но палки тоже были не подарок. И начал, грубо говоря, двигаться дальше. Следующая ступень моей ловли, не помню уже точно, какая следующая ступень была. По-моему, Пэм, но у меня под рукой его нету. Но это типа, ну вот, что-то типа, типа что-то такого, что-то типа такого. Но это уже, по-моему, более современная версия. А там Пэм был гораздо массивней. Тот мульт, это как бы вот меньше его, как бы, скажем так, вариация уже более современная. А более удобно уже держать его, обхват уже как бы так ложится в руку. И то, как бы, это без спиннинга. И со спиннингом как бы все равно немного сложновато обхватить. Но, опять же, я пошел по тому пути. Да, особо и вариантов не было. Пошел по тому пути, что нужен опять хороший бочонок, мощный. Почитал отзывы в журналах и Пэм рекомендовали везде. И я его взял, не помню, как модель называется, но он был гораздо больше. Я бы сказал, наверное, больше, наверное, даже раза в два. И ловить мне с ним тоже было не очень комфортно. И я его продал. Если эта катушка, так она у меня и осталась. Продать ее, грубо там, за какой-то рубль, за рубль двадцать, это смешно. Тем более, она ушатанная. Ну, как не ушатанная, сейчас она уже ушатанная. У меня с ней были всякие эксперименты, видео там, мы с ней ныряли. Илюха Сом, скажем так, она участвовала в этом коротком ролике. А Пэм был в нормальном состоянии, но мне он просто как бы реально не подошел. Он был реально здоровый. Его хорошо использовать, может, под какую-то морскую рыбалку, или, может, под ловлю сама. Я его продал. Об этом мультипликаторе я расскажу чуть попозже, когда вернусь к батчатам. А дальше у меня была история, когда я взял... После Телпена я наткнулся на шимановские мультипликаторы. Это тоже такие батчата. Но их уже вроде бы как... Они неудобны только тем, что они широкие. Если мы ставим на спиннинг, то вот этот вправо-влево, грубо, катушка пытается нырнуть или вправо, или влево, здесь уже больше этого варианта. И те, из-за того, что они большие и массивные, они как бы гуляют вот так, не очень ими удобно. Так эта, она как бы вроде бы поменьше, полегче, но как бы вот подлиннее, что назовем это так. Такой вот реально бочонок, скажем так. Им я провалил очень долго. Я был очень доволен. Он, в принципе, меня устраивал и в обхвате, более-менее, скажем так, но не было больше у меня сравнения. По сравнению с теми он меня устраивал. Я всегда говорю, что было бы с чем сравнить. Так вот, по сравнению вот с теми предыдущими, это Ляля. Да? То есть... Как же вам так показать-то, чтобы наглядно-то попытаться? То есть, это уже гораздо меньше такой экземпляр. И им ловить мне было удобнее. Единственное, у него была не силовая ручка, а вот такая вот, скажем, я не знаю, двухкнопочная, да? Но я ничего не менял. Я тогда не знал, какие ручки подходят. Я, может быть, и поменял бы, был бы счастлив. Но тогда я ничего, как бы там, не окунался так сильно в эти дебри. Это был у меня третий, там, по-моему, по счету мульт. И я им ловил. И ловил им очень долго. И признавился реально очень вот этим вот, вот этой короткой ручкой, довольно-таки неплохо, скажем, владеть. И вываживал и самов довольно-таки крупных, на 30, на 40 килограмм. И судаков, и щук. То есть, я им был очень доволен. Очень был доволен. Единственное, у данного мультипликатора, значит, была головная боль. Это вот здесь вот такая шайбочка находится. Так вот она, то есть, это закручивает зуб, по которому бегает, то есть, она подтягивает его. Так вот, она там отваливалась, ломалась и терялась. Я потом в итоге взял еще запасные, и зубки взял вот эти вот, клыки запасные, и взял данные шайбочки. В принципе, сделал ему ТО, и даже его не продал. Ну, как бы продавать его жалко, потому что это еще родной кордив. Кордив – это 401, кстати, 401, 401 А. Многие в то время ловили на 301. То есть, это 400 серия, вот это вот называется, да? 300 – это значит, 300 серия, 200 – 200 серия. Так вот, это вот 400 серия, 401 – это значит, леворукая. У Шимана считалось. Сейчас, наверное, считается. Если была бы 400 серия, это была праворукая. Так вот, данным мультом я доволен. Был тогда, ну и сейчас, наверное, в принципе, не могу его, как бы, вот прям, что-то про него хавить, хаять его там, и куда-то его прям там, внизу какие-то в топку кидать. Вот, но после стали появляться реально очень интересные низкопрофильные мультипликаторы. Вот. И я после этого мульта начал потихоньку переходить на низкопрофильные мультипликаторы. Давайте сейчас я вот небольшую историю свою расскажу, да, именно как я двигался, а потом вам покажу все вот эти катушки, расскажу о их плюсах, о их минусах, и, то есть, ну, что-то порекомендую взять, вы что-то найдете и возьмете. Ну, короче, вот какая-то такая будет сейчас вот, вот, видео в таком формате, то есть плавный переход будет такой. Вот. После этого Cardiff 401-го, у меня, по-моему, с ним память не изменяет, ну, по крайней мере, у меня под рукой осталось, по-моему, да, он следом, по-моему, был. Это Coolwater. Coolwater от компании Acuma 354-й. Серия 300-я, так называемая, 354 DLX Coolwater от Acuma. Вот с данной катушкой я сразу прям закайфовал. То есть, она и в обхвате уже удобна. Это уже низкопрофильная катушка. Это одна из первых катушек, которые имеют хорошую тягу. Низкопрофильных. Одна из первых низкопрофильных катушек, ну, у меня, которая попалась ко мне. То есть, возможно, что-то раньше появилось. Но данная катушка реально меня поразила. И я купил себе, по-моему, еще вторую. Вторую вот я продал. Осталось, держал для обзора специально вот этот Coolwater еще, чтобы вам его показать, чтобы вот это видео сделать. Я в нем грезил об этом видео. Очень давно и никак я к нему не мог подойти. Может быть, и сейчас что-то у меня, допустим, как бы немного не так получится, как я хотел. Но в целом, задача этого видео показать и рассказать о вот этой лестнице движения. Было бы с чем сравнивать, так называемое. От чего я шел, к чему я пришел. И вообще показать катушки, которые уже, может быть, можно найти только на Авито, где-то еще там через руки купить. Ну и катушки, которые реально можно купить сейчас в магазинах, в интернете. И вы себе, возможно, что-то подберете. Я пробовал, кстати, самые первые до мульта, я пробовал безрационные катушки. Большие такие катушки, типа серфовых. В свое время там банаксы были, тоже, по-моему, и акумовские были. Не помню, значит, ну, какие-то еще были катушки. Сейчас не помню, уже не вспомню. То есть большие катушки, типа как под карпы, еще чего-то. Вот я их пытался использовать. Вообще просто мне не зашли, потому что они реально очень тяжелые. Ну и неудобно постоянно, грубо говоря, со спиннингом в руке сидеть. Я как-то, я тоже сначала ловил, в принципе, вот первый мой год. Я ловил, ну, как многие. Потом я начал уже почему-то, вот я не знаю, я осознал, что как бы это, ну, наверное, не то, что неправильно. А рыбу можно ловить, то есть я пришел к тому, что троллинг, это же, по сути, та же рыбалка, ну, как и джик, только, допустим, немного вид, ну, другой вид поклевки. А на джик я ловил до этого. И поклевки, они как на джик, то есть происходит все это дело. И мне нужны, грубо говоря, хорошие снасти, чтобы, грубо там, понять это, почувствовать в руку. Я вот к этому потихоньку-потихоньку шел из года в год и вот пришел к сегодняшнему, грубо тому, чего я знаю и чего я достиг. Так вот, данной катушкой я очень был доволен. Я бы и сейчас, наверное, ей был доволен, если бы я не двигался дальше. Что мне заставило двигаться дальше? Меня заставило двигаться дальше мои видео. То есть люди стали спрашивать, а вот такой-то ПН подойдет, а вот Шиман такая подойдет. А вот, допустим, про Шиману-то Коту многие спрашивали. Ну, слушайте, классная катушка. Она имеет свои недостатки, но она очень массивная и очень большая. Она по сравнению с Кардифом 401, это просто, там, не знаю, там, бомба атомная. Я через нее тоже прошел, но довольно-таки быстро. Вот. Я ее, как говорится, поиспользовал и быстренько продал по хорошей цене. То есть она мне даже не задержалась. Она стоит намного дороже, чем Кардиф. Я не счел нужным, грубо говоря, в то время. Но, опять же, она и тяжелее, и неудобнее для меня была. Вот. И я ее продал. Вот. Так и вот. Люди начали спрашивать про разноплановые катушки. И я, чтобы ответить, должен был куда-то двигаться. Что-то нужно было еще пробовать дальше. Вот. И я потихоньку начал покупать, у кого-то брать, ну, скажем, на тест. И начал тестировать, грубо, разноплановые катушки в своих рыбалках. И вот после этой катушки, после этой катушки, после этой катушки у меня, у меня, по-моему, появилась, вот сейчас вот память бы мне вернуть, по-моему, Alligis. Нет, до Alligis что-то еще было. Что-то было до Alligis. Ну, до Alligis я еще пробовал, опять же, я говорю, бачаты разноплановые, дайвовские бочонки, опять же, там, еще сейчас какие-то были, не помню. А, и после этой катушки я уже перешел на обушные катушки. Ну, следующая моя ступень была, это обушные катушки. Это обушная катушка, значит, Max Thora. Сейчас я ее поближе вам покажу. И взял подороже катушку от Убу Гарсиен. Это Рева Бяст. Зверь, так называемый. Вот. Значит, по деньгам, если подешевле, это, короче, получается Max Thora. Вот такая вот лапа. Она, в принципе, потребовала небольшой смазки дополнительной, чтобы меньше, скажем, шумело. Взяв ее новую, она, грубо, ну, как-то мне вот по звуку не очень нравилась. Она и сейчас-то вот что-то как-то немного исполняет какие-то звуки. Но смазав ее, отдав ее на ТО, смазали мне ее, и я уже как бы к ней стал относиться не с таким, не с такой придирчивостью, скажем так. Катушке я был доволен. Катушка довольно-таки интересная. И следующую катушку я взял уже вот грубо размером поменьше, решил проэкспериментировать, да, по сравнению, скажем, с Макс ТОРа, вон так, чтобы видно было. Сейчас я попытаюсь ставочки-то делать. или, допустим, с тем же самым кулдватором. Вот этот Рева Бест, зверь так называемый, он прям был самым маленьким вообще из всего, что было у меня. Отзывы о нем были очень хорошие. Катушка типа тяговитая, очень мощная. Довольно-таки рычаг у нее вот этот, то есть, ну не рычаг, да, рычаг назовем это. Он довольно-таки приличный, больше, чем у кардифа. И я попробовал с этой катушкой ловить. Вот теперь по поводу размеров. Если, допустим, брать вот такой размер, да, это перебор, и, допустим, еще там больше, допустим, та же самая Текота Такума, взял, допустим, вот такой размер, да, это уже вот самое оно, то, что нам нужно. То есть, это как кулдватор, потом я сейчас покажу конвекторы, там, ситриксы, еще, короче, чуть-чуть поменьше размер, покажу сейчас еще от Пацифана, Оливже с 300-ой. Так вот, вот эта катушка, это оказалась чисто кастинговая катушка. Для троллинга она, возможно, подойдет, но использовать ее под тяжелый троллинг, под большие приманки, под упористые приманки, на течение я бы не рекомендовал. Катушка умрет довольно-таки быстро. И жалко такую лялю, она реально, в принципе, хорошая катушка, с тихим ходом, довольно-таки тяговитая, использовать под троллинг. То есть, нам под троллинг нужна катушка. Если спиннинг, нам нужен под троллинг реально из высокомодульных карбонов, опять же, не всем, наверное, кто-то ловит и по старинке, кто хочет ловить в руку именно на потычке, чтобы слышать вот эти все тычки, мельчайшие, с удачей, скажем так, контролировать полностью приманку, нам спиннинг нужен очень хороший, из высокомодульных карбонов, с хорошей чуйкой, не тяжелой, довольно-таки быстрого строя, чтобы подсекать и чтобы контролировать лучше приманку, чтобы моментально подсечка была, для этого нам нужен более жесткий спиннинг. Так, катушка нам нужна, по сути, только для подачи, для сброса приманки и для вываживания, и, ну, соответственно, для удобства, для сбалансированной снасти, чтобы на нашей, грубо там, хорошей какой-то, на нашем, на нашем хорошем спиннинге не стояла вот эта вот дурмашина, блин, нам нужно подобрать катушку, чтобы было это все гармонично и чтобы нам рыбалка реально была в удовольствии. Так вот, вот этот маленький звереныш, так назовем его, да, рева, зверь, он не подошел мне от слова совсем. Мне его стало жалко, я почувствовал определенный, ну, грубо там, дискомфорт при вываживании даже там, не знаю, там, двухкилограммового, трехкилограммового судака, то есть, реально мне приходилось даже пользоваться реально спиннингом для выкачивания. Вот еще, да, я сказал, что катушка нужна для подачи и для вываживания. Да, вот именно я просто сказал для вываживания, но не договорил. Нам нужна в принципе лебедка, но опять же говорю, все нужно подобрать по гармоничности, не надо переходить с крайности в крайность, допустим, как говорится, возьмите низкопрофильную, люди берут маленькую. Нет, нужно взять низкопрофильную, сейчас я покажу, они разные есть по размеру, вот хорошая низкопрофильная, вот пеновская низкопрофильная, сейчас я к ним подойду, то же самое ситрикса такому мою любимой. То есть, не надо из крайности в крайность бросаться, нужно взять, чтобы было все сбалансировано, и тогда рыбалка будет в удовольствие. Так вот, я почувствовал, нам нужна катушка, вот, нам нужна катушка, чтобы еще не постоянно, вот, да, качать нам рыбу, как при джиге, как при ловле, там, на колебо, то есть, наши палки, они, в принципе, позволяют нам вываживать, брать, ну, не то, что на храпом, то есть, если рыба у нас, грубо, начинает давить, я у нее изо рта не выдираю, то есть, я просто жду и кайфую, то есть, чем вот мне нравится еще, грубо, ловить троллингом, я не беру это, ага, иди сюда, все, раз там, возможно, да, это, наверное, будет неинтересно, во-первых, это будет неправильно, а я кайфую именно от самого процесса, то есть, когда рыбы, судак, допустим, я больше по судаку, как бы, так увлекаюсь, так вот, когда судак трофейный начинает, там, скажем, от трешки, уже даже больше двушки, начинает поддавливать, я ничего не делаю, я просто замираю и раз, вместе с ним, то есть, палочка играет, отыгрывает, я, грубо так, в натяжке все это дело держу, не вырываю, не мотаю, я замираю, как только он прекращает, я начинаю уже мотать, мне не приходится хорошей катушкой, чтобы ее не сломать, делать вот эти вот движения, выкачивания, так называемые, да, хорошие катушки, хорошие катушки силовые, они предназначены для того, чтобы, по сути, брать на храпом, в этом заключается мульт, его плюс, и этим нужно пользоваться, то есть, не тратить время на вываживание, возможно, кто-то скажет, ну, а как же побалдеть, как же покайфовать, ну, слушайте, я кайфую, когда он давит, а та рыба, которая не давит, ну, что с ней кайфовать-то тогда, что с ней вот это вот, играться-то не могу понять, вот, тогда нужно и палки брать, уже более какие-то, совсем там, не знаю, ближе к джиговым, да, на них ставить, тогда можно эти катушки, и пытаться ловить, там, не знаю, с какими-то другими приманками, если ты ловишь на 150-ую халку, то речь вот этих, об этих катушках, и о каких-то джиговых палках, ну, реально не идет, вот, поэтому, опять же, все нужно брать сбалансированно, то есть, под каждое условие ловли, мы убираем что-то свое, свою палку, свою катушку, свои приманки, вот, и таким образом, повторюсь, мы приходим к какому-то вот балансу, так вот, вот эта рева, звереныш маленький, классная катушка, но она мне не подошла, я буквально после первой рыбалки, после первого выезда, даже не просто первой рыбалки, после первого выезда, после первой рыбы нормальной, я сразу все понял, и тут же ее отложил, вот здесь я вставлю вставочку, для чего, то, что я говорил, что нужно иметь несколько катушек, несколько комплектов, у меня всегда лодки, я стараюсь всегда в лодке возить несколько комплектов сразу, то есть беру два спиннинга, оснащенных с катушками, и вперед, как правило, на одной катушке более мощная плетенка, на другой более тонкая плетенка, для того, чтобы, грубо там, ну, если лодишь в определенных условиях, это отдельная уже история, ну, коли мы затронули уже плетенки, тогда уже давайте и про плетенки я расскажу, будем идти как бы так постепенно, вот, значит, более толстая плетенка нам нужна для того, чтобы меньше заглубить воблер, да, порой нужно использовать более толстую плетенку, чтобы, допустим, воблер не заглублялся на дно, то есть сильно он не рыл, то есть наша глубина нам позволяет использовать воблер, наш воблер позволяет использование на более глубокой, На более глубоких глубинах А мы ловим, допустим, на более мелкой глубине Так вот, чтобы он там не пахал, не рыл Не встревал ни в какие-то там засады Нужно использовать более толстую плетню И вести его на коротке Вот, для этого мы используем более толстую плетенку Или более толстую плетенку еще хорошо использовать Когда мы ловим в корягах Если у нас тройники не такие мощные То шанс спасти воблер у нас резко увеличивается То есть плетенка держит, тройники разгинаются Или там отстреливаем его, неважно Ну, короче, мы его воблер спасаем Для вобли в корягах, повторюсь Для того, чтобы... Или, допустим, когда мы ловим над корягами А нам нужно воблер, у нас, допустим Ну, нужно, опять же, чтобы он не рыл туда Чтобы он как бы не сильно заглублялся Опять же, толстая плетена помогает На каких глубинах, какую плетню использовать Это вы должны уже сами подобрать Под свои условия ловли Если не буду я заостряться Могу сказать, что, допустим, с 0.18 плетней Вот я для примера взял две плетенки Да, это тоже 0.18 Значит, Citrix Matrix Pro И Multicolor от German Вот эти две плетенки я в последнее время Очень часто использую Про плетенки у меня есть отдельное видео Посмотрите, ссылочку я оставлю под видео Или, значит, прикреплю вот здесь Вот, посмотрите, значит, постараюсь не забыть В уголке перейдете по этой ссылочке А я оставлю под видео Посмотрите там о плетенках Там не только об этих двух производителях Там я разные показывал Там производители, не буду сейчас стекаться на эту тему Так вот, с 0.18 плетенкой Я бандос в Астраханской области На реке Ахтуба При распуске 50-60, максимум 70 Это, в принципе, не обязательно Там 60 метров Я заглубляю до 9 с лишним метров Вот Хотите верьте, хотите нет Но порой нам нужно, чтобы он, наоборот, туда не заглублялся Для этого нужно использовать Ну, или на коротке Грубо говоря, при использовании Там при размотке 30-20 метров Я его загоню там до 6 метров Глубже, я думаю, там, ну, максимум Там, около 7 метров Дальше он не пойдет Вот И Если уже, допустим Вот мы ловим вообще, к примеру, на 3,5 метров И используем бандос Тоже ловить можно Причем валить дип, я бы говорю сейчас, да 8-метровый который Вот Вот чтобы, допустим, на 3,5 метрах использовать Порой даже на 15-10 метров Мы Ну, мы роем по дну Так вот, чтобы не рыть И чтобы подальше от лодки отпустить Чтобы, как бы, скажем так Не прямым под лодкой шел Нам нужна более толстая плетня Допустим, 0,23-0,24 Тогда воблер не будет сильно, грубо там, заглубляться И рыбалка на определенных глубинах будет более комфортна Или, допустим, повторюсь, когда над корягами нужно пройти То есть, да Допустим, опять же, коряги лежат там На определенной глубине Если мы будем использовать там более тонкую плетню Она будет Воблер будет по дну идти И мы коряги все соберем Если будем использовать более толстую плетню Опять же, по диаметру надо подбирать там, да Под прилетной приманки То мы можем пройти с тем же самым распуском Но над корягами И стуча прям, может быть, по веточкам Подыгрывая воблером еще под твичевая, скажем так При проходе Мы можем поднять из-под коряг хищника Это, кстати, очень даже результативно Так вот, 0,18 или 0,20 Плетенки можно использовать Я использую Они как вот идут у меня как основные Так вот При использовании двух комплектов Когда я говорю Хорошо, у меня вот был второй комплект Я тут же взял второй комплект Как раз, по-моему, я не помню Не то Вот был, как раз, по-моему, этот Нет, это Короче, не важно Короче, это, по-моему, была Макстора Вот Я взял Макстора И эту катушку отложил Все, короче Приехав на базу В лагерь Я ее тут же разобрал Убрал И понял, что, короче Это, короче, только катушка Под тяжелые воблера в заброс Или, допустим, под тяжелый джиг Вот Буду лагить тяжелым джигом Я буду ее использовать, скажем так Или, допустим, какие-то, допустим, там Джерки, скажем так Под твичевые, подрывковые приманки Так вот Значит, если мы используем Возим с собой Если нам позволяет пространство Возить два комплекта Если катушка одна накрылась Или сломалась Упала в воду Попал в песок Не надо ее использовать Мы берем второй комплект И начинаем ловить на другую А ту катушку откладываем Уже до того, как мы ее смажем Промоем, смажем Катушку, опять же, нельзя Мыть Просто в воде мыть Ее нельзя Вот Потому что смазка вымывается И эта смазка смешивается с водой И это становится только хуже Вот Поэтому, если вдруг Какой-то казус случился То мы все это откладываем Или на базе Все это профилактику делаем Или до приезда домой Отдаем в ТО И берем вторую на рыбалку Второй комплект И вторым комплектом ловим Вот Или, повторю, второй комплект Нужен для того, чтобы Намотать более толстую плетню Чтобы использовать В определенных условиях ловли Именно вот этот комплект Вот Так вот После этих катушек После этих катушек Ко мне попалась Не помню, кто мне посоветовал Порекомендовал Интересная катушка С Алиэкспресса Это катушка Пацифан Катушка Пацифан Алиджис Алиджис 300 Вот если взять Вот эту 300 серию И вот эту 300 серию То эти катушки Ну, можно сказать, что это 200 серия Я сам ее до того, как купил В руках не держал Мне просто посоветовал человек Я, грубо говоря, повелся И теперь я могу сказать спасибо Не помню, к сожалению, кто мне посоветовал В тот момент ее Но я очень, в принципе, счастлив Данная катушка Реально оказалась бомбической Поставив на нее Изначально стояла вот такая ручка Простая, да? С ней ловить Ну, не очень комфортно Повторюсь Приходится И выкачивать Потому что ручка Как бы, ты понимаешь Она не справляется Не прокручивает Приходится качать Это лишнее выкачивание При троллинге Может привести И к сходам Вот И поэтому, если наша снасть позволяет То выкачивать Нужно только в том случае Если прям, ну, пипец Какая совсем трофейная рыба Тогда ты понимаешь Что, короче Ну, идет нагрузка большая На катушку И ты начинаешь уже выкачивать Того же самого Сама там Или там, грубо там Ввалился там Не знаю Беломур там Толстолоб там Не знаю Кто там подбагрился там Вот И тебе приходится Ну, ты не будешь На шару эту выкручивать Потому что Ты испортишь катушку Нужно все в мозгах держать И понимать Не надо Повторюсь Переходить из крайности в крайность Не надо говорить Что, допустим Там Вот ты неправильно делаешь Ты правильно делаешь Нужно делать все Осознательно То есть понимая Осознавая то Что ты делаешь Так вот Данная катушка Очень удобная Вот Имеет функцию Вот такой Дополнительной педальки Кнопочка такая Есть интересная Нажал И уже Грубо Сброс пошел У тебя Сбрасывает Сбрасывается Можно или ручкой Вот такое движение сделать Или грубо Вот придумали Вот такую вот Затею Чпок И все И сброс закончен Вот Также есть Микроклик Даже стоит Катушка Подходит И для бросковой Темы Здесь значит Эти Дополнительные Тормоза стоят И поставил Силовую ручку Поставил Силовую ручку Я просто Офигел Вот этот малыш По сути Это что-то между Среднее Между 200 И 300 Сериями Что-то среднее Хотя это считается 300 Да У Пацифана Я Понял Что Данная Катушка Способна Реально На многое То есть Это Она очень Легкая Она очень Удобна В обхвате И Лежит Гармонично Не переваливается Ни вправо Ни влево То есть По сути Идеал Какой-то Вот В то время Когда я перешел С этого всего Я понял Что это просто Идеал Вот Я был очень доволен Это вот Короче Олиджис Такая Катушечка Олиджис С передаткой 5.9 Олиджис С 300 Серии 300 Олиджис Короче С передаткой 5.9 У них Я взял Еще на пробу С более Быстрой Передаткой С передаткой 8.1 Она Просто более Скоростная Скажем так Не знаю По поводу Мене тяговитая Или нет Я Не смог Ее грубо Испытать На каких-то Там Таких Каких-то Упределенных Условиях Где бы я Сказал Что Вот это Прям реально Тяговитая Это нет Но То что Она выматывает Быстрее Это да Вот Ее Я оставил Опять же Под Бросковую Тему С ней Я Сильно Не Заморачивался Ручка Осталась Стоять Родная Вот Попробовал Я кстати Ловить И с родной Ручкой И вот С силовой Ручкой Да То есть Они кстати Под светом Отличаются Вот Золотистая Это 8.1 Такая Бордовая Красноватая Это Значит С передаткой Забыл Опять С передаткой 5.9 С передаткой 5.9 Да С передаткой 5.9 Так вот С простой Ручкой Мне не Очень понравилось Опять же Под определенными Нагрузками Под определенными Приманками Под определенной Рыбой Я чувствую Ну скажем Какой-то Нехватки Мощности И реально Приходится Постоянно Пытаться Выкачивать То даже Пустой Воблер Довольно-таки Упористый На течении Ну а если Завалится Трофей То с трофеем Тоже Приходится Выкачивать А иначе Думаю Что вот Вот она Это непонятно Не хватает Тяги С силовой Катушкой С силовой Ручкой Катушка Раскрывается Вообще То есть Ты даже Не понимаешь Что Ты даже Не представлял Что она На что Способна То есть Рекомендую Если вы будете Брать Алиржис То берите С силовой Ручкой Ну возьмите Передатку 5,9 Если не 5,9 Возьмите Вот 8,1 Пробовал Кстати У Пацифана Брал И Вот такой Тандр Маленький Это Кстати Чем-то Может быть Напоминает По размеру Рева Вообще Компания Пацифан Делает Довольно-таки Неплохие Катушки И На Алиэкспрессе Могу Их В принципе Рекомендовать Вот Те Кто Люди Лазят По Алиэкспрессу Можете Посмотреть Но Тандр Получается Производство Да И Это Больше Кастинг Не Больше А Это Чисто Кастинг Или Повторюсь Вот Эти Катушки Что Абу Гарсья Рева Что Тандр Можно Использовать Под Лайтовый Троллинг Под Уже Более Такие Не Сильно Мощные Палки Допустим Там Не знаю Там Хэви Джик Под 100 Грамм Палочки Можно Использовать Под 90 Возможно Грамм Ну И Приманки Соответственно Какие-то Несильно Упористые Потому Что Не Все Ловят На Халки Не Все Ловят На Бандос И Ловят Я так Понимаю Что На Маленьких Глубинах На 2 Метрах И И И И И Вообще Маленькие Приманочки И Троллингуют Ими Да Возможно Можно Их Использовать Потому Что Если Взять Опять На На Какой-то Не Сильно Мощную Палку И Поставить Кулдватор То Наверное Нет Смысл Когда Вы Используете 70-80 Миноу В Диплом Исполнении Типа Зипбейтса Риджа Какого-то Не Что Там Еще Можно Какие-то Небольшие Минохи Какие-то Вы Используете То Явно Вам Не Нужна Такая Катушка Не Нужны Вам Сильно Мощные Палки Не Спорю Об этом Никто Ничего Не Говорит Вот Но Все Подбираем Повторюсь Все Подбираем Под Свои Задачи Под Свои Цели Итак Давайте Перейдем Дальше А к Чему Дальше Немножко У меня Здесь Уже Все Поплыло Запутался Что Было Так Упрать Это Все Лишнее Потом В коробке Сложу Так Силовые Ручки Силовые Ручки Постараюсь Оставить В описании На то Что Как бы Смогу Найти Оставлю Ссылки В описании На катушки На Ручки Ручки На Алиэкспрессе Стоят От 400 До 600 Рублей Разные Они Есть Следующая Катушка Которая Попалась Ко мне В руки Как только Она Появилась Это В свое Время Была Новинка От Компании Пен Это Катушка Шквал Две Модели Они Выпустили Шквал И Фантом Фантом Подороже Шквал Немного Подешевле Так Вот Шквал И Фантом Это Конечно Уже Такая Элита Мультипликаторных Силовых Низкопрофильных Катушек Стоят Они Конечно Денег Но Эта Машина Очень Надежная И Очень Тяговитая Передатка У нее Шесть Шесть К двум По-моему Вот Нагрузку На флицион Не помню Но Она Очень Тяговитая Вот По поводу Передаточных Чисел Где-то Я может быть И не озвучивал Где-то Забывал Озвучивать Вот Передаточные Числа В принципе На них Смотреть Можно Но В принципе И Необязательно Любой Мультипликатор Взяв В руку Вы сразу В принципе Поймете Малыш Это уже Как правило Скоростные Катушки С более Высокой Передаткой Более Маленькие Катушки Они Более Как правило Значит Имеют Более Высокую Передатку Более Мощные Катушки Более Большие Катушки Они Имеют Передатку В районе Шести 5,9 6 с лишним Вот Может быть 7 с лишним 7 к 1 Там 6,9 6,2 5,9 Вот где-то Такие Вот В принципе Они все Вот в этом В этом ключей. Я сейчас посмотрю, допустим, у Макс Тора передатку. У Макс Тора, допустим, катушка, передатка 5 к 3. Нагрузку на фрикцион они, к сожалению, порой... А, нет, пишут. 12 килограмм у Макс Тора, значит, нагрузка на фрикцион. У, скажем, Пацифана Олиджис, который, я вам показывал, у него 15 килограмм, они пишут, нагрузка на фрикцион. У колдуватора где-то 11 килограмм нагрузки. Так вот, Пен реально, ну, по сути, эталон, наверное, этих всех мультов низкопрофильных. Единственное, он, конечно, такой большеват. Это все-таки 400 серия, но довольно-таки тяговитые, в принципе, им довольно-таки удобно ловить. Опять же, от души рекомендую к использованию. Очень надежная машинка. После шквала, после шквала ко мне, опять же, в руки попались серия Акумовских катушек. Они выпустили тоже серию мультипликаторов. Вот 400-й комода СС. Он по размеру, наверное, чуть побольше. Чуть-чуть, не намного, но побольше. Вот. Ручка у него, ну, рычаг, скажем так, чуть побольше, чем у Пеновского шквала. Очень катушка тоже тяговитая. Рассчитана под большие, скажем, нагрузки. Отлично подойдет, я думаю, под ловли сама. И та, и та катушка, хоть они, в принципе, как бы, да, мульты низкопрофильные, не бачата, но я думаю, что они вполне именно даже подойдут для ловли, там, для ловли сама, там, с квоком, там, для какой-то, там, трейлинговой ловли сама, там, или, там, неважно, там, с однам ЛВМ. То есть, катушки очень мощные, тяговитые, и, в принципе, удобно с ними ловить из-за того, что они, опять же, низкопрофильные, удобно лежат в руке. Вот. Комода СС 400 серия. Тоже, в принципе, рекомендую. Но это, опять же, говорю, 400 серии, которые, в принципе, немного большеваты для нашего вида ловли. Вообще, грубо, вот, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, чем я пользуюсь и чем я доволен, это Citrix 364, Комода СС 364 и конвектор, конвектор 354. 354, по-моему, да. Вот. Сейчас я вам их поближе покажу. Самое любимое, вот, из этих Акумовских катушек, это мне очень понравилось Citrix. Citrix 364, леворукий. Вообще, все катушки я использую леворукие. Почему? Опять же, допустим, леворуку или правую руку катушку брать. Если мы сидим, грубо, за румпелем, то нам удобнее использовать леворукие катушки. Да? То есть, почему? То есть, мы держим румпель левой рукой, катушку держим правой рукой, и, грубо, вот, у нас есть процесс ловли вот в таком состоянии. Как у нас происходит поклевка, мы делаем подсечку, румпель мы, значит, отпускаем, ну, там, или гасим, там, грубо, там, включаем, отпускаем руку с румпеля и перехватываем тут же на нашу, ну, скажем, рукоятку, да, и начинаем крутить, мотать. Нам не приходится делать переброс и мотать уже правой рукой. Когда мы делаем подсечку, если у нас правая рука, праворукая катушка, ну, допустим, на примере, вот, своей первой катушки, да, я вам покажу, вот, вот мы держим, все, грубо, катушка у нас в руке, все, там, вот, мы как-то ее попытались, очень тяжело, видите, обхватить, чтобы она была удобна в руке, потому что мы держим не просто за палку, да, здесь в конце, а нужно катушку держать вместе с палкой, чтобы она у нас туда-сюда не ходила. И это, допустим, крайне, ну, неудобно с такими большими катушками. Так вот, поклевка, подсечка, отпускаем, ап, а здесь у нас ручки нет, приходится нам перехватить, и вот в этот перехват, в этот момент переброса справой руки на левую руку, когда нам нужно уже крутить, частенько у меня происходили провисы, то есть у нас слабина лески, и в этот момент очень много сходов у меня было. Мне крайне это было неудобно. Вот, но если мы сидим напарником и ловим уже с этой, то есть у нас человек, который за рупелем ловит по левому борту, напарник ловит по правому борту. Так вот, мы держим, допустим, катушку, да, то есть все, мы вот рыбачим, в левой руке она у нас, и если, допустим, подсечка, мы начинаем крутить правой рукой. Правые руки и катушки удобны, наверное, будут в том случае, если мы сидим как напарник, то есть по правому борту, скажем так, тогда, возможно, нам удобно будет и правой рукой крутить. Я, в принципе, работаю и как правой рукой, так и левой рукой, поэтому здесь нужно понимать, с какой стороны борта мы ловим, и от этого отталкиваться. Я, опять же, ловил с правого борта, когда, допустим, кто-то у меня сидит за рупелем, я сижу здесь, просто я не левой рукой держу, грубо говоря, всю свою оснастку, а держу также правой рукой, и при подсечке также я выматываю левой рукой. В принципе, леворукая катушка, она, наверное, более универсальная, наверное, будет так. Поэтому, когда я советую леворукую катушку, в принципе, наверное, беспроигрышный вариант. Но кому-то, кому-то, кому-то удобней, все-таки, кому-то все-таки удобней реально по правому борту, по ходу движения, использовать все-таки по какой-то причине правой руки катушки. Тут уже как бы кому как удобно. Так вот, у меня, в принципе, как вы видите, все, все, все катушки, абсолютно все, все они леворуки. Мне удобно и по правому, борту я держу просто в правой руке, да, подсечка, пошел работать. Что с этой стороны, здесь вообще без вариантов, здесь только левая рука, если, допустим, мы не хотим перебрасывать из руки в руку. Вот, если мы сидим за румпелем, то, по сути, только левой рукой. Вот. Значит, про шквал рассказал, про комоду SS400 упомянул. И теперь, короче, наверное, на сегодняшний момент, то, что вы можете, в принципе, приобрести, давайте вот немножко подытожим, это, наверное, все-таки, вот то, что я показывал, это пока на Алиэкспрессе есть Alijos 300, обязательно с силовой ручкой. Возможно, Абу Гарсье Макс Тора, вот, не Тора С, Тора С, по-моему, намного дороже, на Алиэкспрессе 20-ки стоит, а Макс Тора. Это вот более бюджетный, более бюджетный вариант вот этой вот Торовской серии от компании Абу Гарсье. Вот. Более, более приближенный к народу это конвектор. То есть, если вы обратили внимание, то все катушки, все катушки, которые я показал, они без счетчика. Я привык ловить, ну, не считая вот кулдватора, он с счетчиком. Мне счетчик, по сути, он уже особо и не нужен. То есть, я им отсчитываю по мультиколору. То есть, плетенки, которые я вам до этого показывал, они идут многоцветные. Каждый цвет 10 метров. И так отсчитывать, в принципе, удобно. Ты запоминаешь, допустим, ага, все, допустим, 30 метров это рыжий цвет, не знаю, там 60 метров это синий цвет. И ты уже от этого отталкиваешься. С счетчиком, возможно, тоже удобно. Но, если взять вот 300-ую серию конвектор счетчиком и 300-ую серию, допустим, Citrix без счетчика, они по размеру приблизительно одинаковые, наверное. Но тяжесть за счет счетчика будет, катушка будет тяжелее именно счетчиком. То есть, конвектор будет тяжелее. В принципе, как бы, не такая уж она по сравнению с какими-то старыми вариантами, не такая уж она и тяжелая, но все равно это дополнительный, грубый вес, который, в принципе, при долгом использовании будет тоже, как бы, ну, влиять на нашу усталость. Вот. Конвектор 300-300-300-300-300-354. Конвектор 354. Он и по деньгам нормальный, и, значит, по весу, вполне нормальный по весу, он 332 грамма весит. На мелочах на каких-то я не буду делать акцент и не буду там останавливаться на весах, сколько весит каждая катушка, потому что все равно в голове все это дело не запомните, наверное. А под видео я просто оставлю перечень, и вы посмотрите сами уже в интернете, сколько катушка весит. Я вам могу, я вот в этом видео пытаюсь вам, ну, донести, наверное, эту информацию, от чего я шел, к чему я пришел, что бы я советовал, что бы я не рекомендовал, и чем я ловлю на сегодняшний момент, потому что многие спрашивают, Илюх, какую катушку купить. Поэтому вот суть данного видео такая, то есть не разбирать катушки, не какие-то там вот эти нюансы показывать, а именно донести до людей информацию, какую катушку купить. Я мог бы сделать отдельное видео на каждую катушку, это было бы много-много видео, но, опять же, зачем, к чему, для того, чтобы, допустим, набрать какое-то количество видео на своем канале, не хочу. Я вам сейчас покажу вот это все видео, вы можете его пересмотреть, если вам что-то сразу не будет понятно, и сделать для себя вывод, какую катушку купить. Я думаю, что, наверное, я пошел по этому пути, я думаю, что это будет, наверное, более правильно. Так вот, конвектор 300, 364, 300 серия, о, 354, прошу прощения, DLX, вот, он, наверное, один из бюджетных вариантов, и вполне такой народный, потому что есть у него и счетчик для любителей, кто ловит счетчиком, и он удобен в эксплуатации. Ручку можно не менять, она вполне уже изначально идет удобная. Если поставить на нее вот такую силовую ручку, то использовать данную катушку будет еще удобней. Ну, а так, в принципе, и я ловил, и вот, батя у меня ловит, и многие знакомые ловят по моей рекомендации, все, в принципе, и довольны. Это, в принципе, вот конвектор 354, это продолжение серии Coolwater, то есть, в свое время Coolwater сняли с производства и сделали конвектор. То есть, это, по сути, тот же самый Coolwater, только немного видоизменен. Вот. Так, дальше. Дальше я вам покажу Citrix, свой любимый, уже с силовой ручкой. Эта катушка на сегодняшний момент моя самая любимая. Она очень легкая, она очень удобная в обхвате, в использовании и с силовой ручкой. Эта катушка превращается, ну, просто в пушку. То есть, очень тяговитая и очень приятная в работе модель от компании Acuma. То есть, это от Acuma модель Citrix. Кстати, друзья мои, на всю продукцию Acuma, по-моему, с прошлого года, или с позапрошлого года, на всю продукцию Acuma, на спиннинге, на катушке действует гарантия в течение двух лет. То есть, вы можете сдать, вам ее отремонтируют или там поменяют ее. Citrix я использую уже два года, по-моему. По-моему, два года. И поездки у меня довольно-таки частые. Частенько я ее ставлю. Катушек у меня много. Последнее время я использовал Alijas 300, значит, конвектор Tigal, но больше он у меня в гостевые уходит, то есть, кому-то я из напарников даю, сам пользуюсь или Citrix 300 серии, или Comodo SS, сейчас покажу, тоже 300 серии. Чем я в последнее время еще ловил, что я еще использую? Шквал я, в принципе, тоже периодически ставлю. Ну, Шквал, Citrix, Comodo SS, ой, Шквал, Citrix, да, Comodo SS, конвектор и Alijas 300 серии. То, что я, наверное, в последнее время в принципе мои самые любимые катушки, что я использую. Вот. Очень тяговитая, повторюсь, очень надежная. С Citrix я очень доволен. И одна из последних низкопрофильных катушек, низкопрофильных катушек, да, это Comodo SS, друзья мои. Это Comodo SS, она немного, да нет, она точно такая же по размерам, чем-то она, не знаю, чем-то она отличается, даже не знаю, чем. Вот. Они, по сути, по размеру одинаковые. Comodo SS, по-моему, по-моему, подороже. Вот. Но мне, мне, вот лично мне, почему-то Citrix зашел больше. Комода вроде бы подороже, Comodo SS. Вот. И та, и та катушка реально очень хорошо лежит в руке, очень лежит хорошо в руке, очень удобно ее держать. Они обе очень тяговитые. На ту, на ту катушка поставил силовые ручки, с ними очень удобно, я говорю, повторюсь, вываживать рыбу. катушка превращается в очень-очень тяговитый такой силовой элемент, который, ну, позволяет нам без напряга вываживать разноплановую рыбу. Так вот, наверное, в принципе, из этого всего, вот я сказал, что, в принципе, вот, наверное, рекомендовал бы на сегодняшний момент, и вы можете это купить, но, может быть, сейчас нет, появится, там, к весне, или как-то сейчас не знаю посмотреть, но это, в принципе, сейчас доступно должно быть. Это Atacuma Citrix, Atacuma Komodo SS, это Alidges с AliExpress Pacefar 300-й серии, Convector, Convector, ну, это счетчиком, кому нужно, Atacuma Convector 300-й серии, вот, и Shklau 400-й, то есть, это кому подороже, это прям вообще зайдет, это какая-то, наверное, элита такая, своего рода, ход очень мягкий, катушка очень силовая, тяговитая, нареканий вот на этой у меня вообще нет. По низкопрофильным катушкам я пробежался, все так показал, какие я могу претендовать, теперь, наверное, небольшое такое, небольшое отступление, такое небольшое прелюдие по поводу таких вот бачат. Их, на самом деле, на рынке очень много, есть тихие бачаты, вот такого плана, есть такие вот тоже тип бачонков вот с таким треском, это не трещотка, с трещоткой будет вот так. Трещотку выключаем, вот, такого плана есть, самый дешманский катуш, сейчас о них поговорим, есть, вот, пен, ревал, ревал, кстати, тоже трещал, как вот этот звереныш, вот, я его исправил, пришлось там разобраться, подточить, долго думал, в чем проблема, что, значит, там не так, что-то может трещать, разобрался, пришлось подточить немного там этот флажочек, зачем он сделал, непонятно, катушка стала тихая, вот, кстати, во-первых, вот эти все низкопрофильные катушки, они все тихие, не будет людей пугать ранним-ранним утром, да, вот, по поводу, все-таки, давайте сейчас я быстренько пробегусь, а, вот какой еще зверь-то низкопрофильный у меня есть, совсем по нему забыл, Diva Lexa LX, кстати, безумно тяговитый зверь, безумно тяговитый зверь, но он, наверное, из этих всех катушек, из низкопрофильных, самый тяжелый, потому что он, по-моему, я не знаю, он идет в металле, что ли, это металл, ну, короче, она очень тяжелая, вот, но она очень тяговитая, это, вот, кстати, я забыл про нее сказать, я в свое время наткнулся тоже, мне ее продали, продал человек, я в свое время многим рекомендовал ее, ну, как рекомендовал, не ее рекомендовал, но ее рекомендовал, а рекомендовал человек, который продает, Он продавал очень дешево, и у него там было штук пяти, наверное, и мы вот разобрали там люди, кто успел. Но, в принципе, ей я в целом доволен. Вот, это... здесь покрупнее написанное. Вот. Это вот такая Diva. Не знаю, они сейчас производятся или нет. По-моему, нет. Сейчас Lacos, по-моему, другой. Ну, тоже, Lacos, по-моему, тоже есть какие-то модели. Но вот у меня вот только старый Lacos. Очень доволен. Он тоже счетчиком, кстати, если найдете. Вот. Его можно использовать и как по саму данный мульт, и для троллинга. В руке он лежит тоже неплохо. Но, единственное, повторюсь, это вот самое тяжелое из всех этих низкопрофильных катушек. Вес ее... 505 грамм. Данная катушка, наверное, по весу чуть легче, чем PEN Rival 15. Допустим, Citrix 354 весит что-то, по-моему, всего... Сейчас скажу, если найду. В два раза легче, наверное. Что-то я не могу понять, где здесь что написано. Нагрузка, кстати, на фрикцион, у Citrix 12 килограмм. У этого, ну, скажем так, небольшого малыша. Вес. Не могу найти, сколько весит. Чего же они такое описание дуранское делают? Или я что-то не понимаю. Но шквал, допустим, весит всего 384 грамма. 384 грамма шквал, допустим, весит. И этот весит, зверь, 505 грамм. То есть, вот шквал. По размеру они, в принципе, где-то приблизительно одинаковые. Чуть-чуть, конечно, легса больше. Но это на 200 грамм, считай, больше весит. Ну, это, думаю, что из-за корпуса. Ход очень приятный. Кстати, катушка довольно достойная. Если найдете где-то на вторичном рынке, то рекомендую. Но это, повторюсь, старая легса. Сейчас, полно, новая там, она более какая-то обтекаемая, скажем так. Что касаясь совсем дешманских вариантов, совсем дешманских катушек, я посоветовать ничего не могу. Наверное, самое дешевое из того, что есть, это, наверное, где-то рублей 6. Если за 5 что-то можно найти, то это очень повезет. А так, где-то 6, 7, 8. Вот, начиная, наверное, от восьмерки, это уже нормальные катушки вы можете купить. Все, что дешевле, я вам реально могу, так сказать, я не советую. Хотя, есть товарищи, которые ловят. Я не буду с ними спорить. Нравится, значит, люди ловят. Люди, многие рекомендуют лакос, если мне память изменяет. Я его никогда не видел, никогда его в руках не держал, никогда не ловил. Нет, я его видел у кого-то там, у людей. Я его больше слышал. Почему я его слышал? Потому что у него такой звук. Ну, даже не в звуке делал. Хотя это очень противно, когда ловим рано утром, да? Представляете, тишина. Мы вот так вот, грубо, начинаем это дело крутить, вываживать. Я бы камень, наверное, кином. Это не трещотка. Трещотка вот сейчас будет. Это трещотка. Трещотку отключаем. То есть, постоянная лайтовая такая трещотка. Так вот, так же работает лакос. Так же работает недорогой вариант от компании Акума. Это Magda MA. По-моему, так же работают и... Они снятся просто Magda Pro, Magda Classic от Акума. Но это все самые дешманские варианты, которые, наверное, можно купить, если мы не знаем, будем ли мы увлекаться данным видом ловли или не будем. Но я знаю точно, что эти катушки все недолговечные. Особенно под какими-то трофейными нагрузками. Если мы ловим какого-то трофейного, там, сама, там, щуку, то эти катушки крайне быстро умирают. Они умирают дольше, чем умирают безрационные катушки. Сейчас мы к этому тоже постараемся вернуться, если не забудем. Но вот эти вот дешманские мульты, они умирают тоже, ну, не быстро, они умирают. И умирают, ну, скажем, все равно довольно-таки быстро. По сравнению там с какими-то другими-то. Вот. Я не люблю такими ловить. Я начинал ловить. Я, кстати, когда рассказывал всю эту вот историю, я забыл рассказать свой переход. У меня был переход с того мультипликатора, с Сальмовского, вот с этого здорового. Я перешел не сразу на Шимана, не сразу на Кардиф. Я Сол Кайл, точнее, забыл. Я ловил на... Одно время ловил на Магда Про, на Магда, по-моему, Классик. Сейчас я вам их покажу. Вот они умерли. Они умерли через, по-моему, две рыбалки, ну, две поездки, скажем так. То есть через четыре недели рыбалок, вот, таких довольно-таки активных троллингом. Вот. У них накрылся лескоукладыватель, что-то у них там еще накрылось, не помню. Сейчас я вам попытаюсь их показать. Сейчас я их, по-моему, с тобой принес. У меня есть, друзья, вот такая коробочка. Коробочка мертвых. Это я в свое время тоже делал видео. Не помню, я его удалил, не удалил. Осталось, но не осталось. Это катушка Кайда. Кайда. Отсвечивает. Кайда HM300L. Для 300 серии она очень маленькая. Не знаю, вам будет видно, не будет. Сейчас я попытаюсь вот отсвечивать. Это такая полировка прям замечательная. Что-то так отполировали, что аж все блестит. Ладно, сейчас я вам его по-другому покажу. Вот. Вот такая катушка. Накрылась сразу на первой рыбалке. Кайда. Не рекомендую вообще. Вот такие катушки. Это вот типа Лакаса. Это все вот из прошлого. Вот. Они вот. Это вот конвектор. Который раньше какой был. Все это умерло. Все это сдохло. После каких-то трофеев. После самов. По-моему, какие-то даже экземпляры были упущены. Из-за того, что катушки подвели. Вот. Брал потом у Кайды. Пробовал тоже несколько вариантов. Вот один остался. Это вот это вот, то что я вам показываю. Какая-то еще там была катушка. Я показывал какое-то видео. Делал, говорю, серию. Ну, не серию. Делал видео о дешманских катушках. Мультипликаторных. Так вот, они все-все сдохли. Ничего живого не осталось. Вот. Если вы хотите иметь вот такую вот кучу хлама, то, наверное, да. Вот. Здесь, кстати, тоже и аккумы есть. Обратите внимание. То есть я не топлю там за... У меня аккумы очень много. Потому что реально в свое время аккума стала делать очень хорошие вещи. И палки хорошие. Офигенные палки. Реально сегодняшний момент они делают. И у них вот игры Citrix. Это вообще мульт просто, ну, блин, я считаю, что божественный. Вот. Комода SS. Ну, офигенный вообще. Конвектор. Ну, для бюджетной катушки это вполне-вполне очень даже зачетный. Вот. Но конвектор низкопрофильный. Потому что, по-моему, конвектор есть еще тоже бочонок у них. Типа такого. Только немного современный более. Вот. Значит, вот такие вот, говорю, вот. Вот такие вот истории. Ну, по поводу мультов, наверное, все. Но главное, что меня в дешмасске бесит, это вот это. Вот у Лакоса, по-моему, такая же песня. Ну, по крайней мере. Может, у них не у всех. Может быть, у кого-то так. У каких-то... То есть, кому как попало. Ну, по-моему, у всех. То есть, там флажок такой бегает. Я так понимаю, что по... Вот здесь, если разобрать, там бегают флажочки. И вот его нужно, короче... Он почему-то так тык-тык-тык-тык по... Во-первых, это, по-моему, дополнительный износ. Я не знаю, зачем это сделано вообще. То есть, вообще, зачем вот это вот, чтобы он там постоянно бегал. Все, думаю, какой-то стопор. Я вот на ревале спилил его, и все. То есть, ни на что не повлияло вообще. То есть, как бы, катушка работает. А звука, по крайней мере, этого нет. Здесь, наверное, тоже можно спилить. Но зачем это делать, я не знаю. И, во-вторых, как бы, я говорю, вся эта вот дешмань, которая стоит меньше, там, скажем, 6 тысяч рублей, все это, опять же, все зависит от времени. Да? От времени. На сегодняшний момент дешевле 6 тысяч рублей. Возможно, когда-то это будет дешевле, там, 8 тысяч рублей. Все дорожает. Вот. К сожалению, ничего не дешевеет. Но на сегодняшний момент вот все, что дешевле, скажем, 6, даже 8 тысяч рублей, все это хлам. Вот я говорю, могу только в исключение в одно добавить. Это Alligis. Alligis, это, я говорю, повторюсь, как Citrix, это, наверное, божественная катушка, которую я в свое время брал за 5 с лишним, сейчас она 6 с лишним стоит на Алиэкспресс. Вот, у меня, кстати, 2, по-моему, или 3 даже. Я уж не помню, тогда затарился, я еще брал, успел брать, ну, в районе 6 рублей она стоила. 6 тысяч рублей. Вот, это бессиловая ручка, силовая ручка, плюс еще 400. Вот, очень доволен. Это, вот, единственный, наверное, вариант, который мне попал в руки. Вот, Citrix, это что-то больше, по-моему, чилика, цены сами посмотрите. Вот, кстати, вот ручки, видите, какие хорошие продаются, они даже вот с подшипником и отлично, прям, ну, приятные. То есть, на сегодняшний момент, я говорю, китайцы, Акума, это Китай, делают, ну, просто, хорошая вещь. То есть, заводской Китай, на сегодняшний момент, очень хороший. Итак, друзья мои, не буду уходить уже от темы, опять разжевывать, рассасывать все это дело. Кучу катушек я вам показал. Могу еще сказать по поводу безрационных катушек. Для троллинга в один спиннинг многие используют, многие используют или большие катушки, скажем, с байтранером, там, да, вот, какие-то там серфовые катушки. Это катушка у меня под Сазана, вот, ну, просто, как пример, приведу ее. Вот, это Атакумы. Кому интересно, если кто, опять же, хочет, кто хочет, кто любит, это Авенгер, по-моему, называется. Сейчас я вам покажу. По поводу Сазана, там, Карпа, да, она отличная. Вот, для Сазана, для Карпа отличная. Ну, для троллинга, вот эту бандуру держать в руке, постоянно, вот, в таком, в каком-то, вот, это крайне тяжело. Кто ловит в стакане, в этих спиннингодержателях, возможно, наверное, но все равно, я вам сейчас попытаюсь показать один момент. Если, как влияет шток, ну, если он будет плохо, вам видно, то есть, шток, вот, в таком состоянии, при нагрузке, он, а у нас катушка, ну, здесь еще, ладно, толстый шток. Кто использует джиговые катушки, они умирают, дай бог, они прослушат вашу одну поездку. На моих глазах, когда я людей катал, я им, причем, говорил, возьмите мультипликаторы, там, нет, короче, там, у нас пока там возможности нет. Короче, привозили свои джиговые катушки, джиговые катушки умирались там, прям, вот, в водке, там, после, там, третий, четвертый рыбал. Если им попадается трофей, и ни один, и ни два, и ни три, и постоянные какие-то вот нагрузки с большими приманками на течение, то джиговые катушки умирают на раз-два. У них не выдерживает шток, быстрее всего у них ломается лескоукладыватель, вылетают какие-то шестеренки непонятные, откуда-то, даже, я вообще не знаю, что там вылетает, вот. Вот, перестает работать проворотка ручки, я не знаю, что там ломается, но ломается очень много чего. Большие вот эти тяжелые катушки с байтранером, возможно, да, ну, или серфовые без байтранера, да, но они очень тяжелые, они тяжелее даже, там, не знаю, вот, той же самой Лексы, намного тяжелее. Вот, хотя, да нет, тяжелее. Тяжелее и неудобнее. Эту мы обняли, вот, да, со спиннингом и держим. Эту катушку нам держать придется вот так, и это крайне неудобно. Во-первых, колено будет, вот эта вот подсечка, все это будет мешать, вот, не знаю. Кто хочет, конечно, вот, ну, это ваше дело, вы используете. Я лично, вот, на своем канале никогда не рекомендую безрационные катушки для троллинга. Особенно для троллинга в один спиннинг, потому что, повторюсь, мы держим это постоянно в руке. Вот, это крайне неудобно. Во-вторых, это все недолговечно. Мульты, которые я вам показал ранее, это все, это все надежно, это все долговечно, это у вас прослужит, там, 5-10 лет. 5 лет точно, если будете ухаживать. У меня некоторые катушки, у меня, допустим, конвектор, конвектор, ну, хорошо, я на него давно не ловил, но я ловил на него в течение 5 лет, без единого ТО. Ловил, по сути, ну, как не снимая, то есть, из поездки в поездку. То есть, вот, наверное, самая долгая катушка, на которую я ловил дольше всего, ну, потому что дальше я не двигался. Потом, после этой катушки у меня был рывок, я начал двигаться на низкопрофильные катушки, и вот к чему я все пришел. Почему их так много, повторюсь, что, как бы, я начал увлекаться, именно в поисках, потерялся в поисках более лучшего чего-то, недорогого и лучшего, и, возможно, там, когда выходили какие-то новинки, как, говорю, вот, шквал, мне очень хотелось попробовать приобрести, что же это за зверь такой. Вот, у Бугарсия, кстати, есть тоже такие мощные катушки, или не помню, как они называются, сейчас, к сожалению, подзабыл, скажем так, сейчас на языке крутится, не могу вспомнить. Ну, вот, тоже есть очень неплохие такого плана катушки. Все, друзья мои, наверное, на этом все. А это, наверное, видео получилось очень длинное, вот, но, надеюсь, кому-то оно, кому-то оно будет полезным. Вот, это видео, я, повторюсь, хотел сделать очень давно, вот, вот, надеюсь, оно будет к месту, вот, и что-то вы из этого всего себе подберете. Надеюсь, на какие-то вопросы я тоже ответил. Все, друзья мои, всем рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, YouTube, ВК, группу, Telegram. Все ссылки оставлю под видео. Ставьте лайки, пишите добрые комментарии. Всем хороших рыбалок. Пока.